Застрелить решил. Кровь с музыкой, с фонарика. А вот еще одна медсестра. Ребят, всем привет. Как я обещал, сегодня посещу третью сессию Кантонской выставки. Сегодня я не один, сегодня я с Катей. Привет. На третьей сессии я ни разу не был, поэтому мы будем сегодня с вами смотреть, сами разбираться. Катя, что там? Текстиль будет, одежда, спорт, товары для отдыха. Все, пойдемте разбираться. Мы идем в зал, где товары для здоровья и медицинские товары. Система для мониторинга глюкозы в крови. Глюкометры. Глюкометры. And this one is pork. Pork? Yeah, pork. Свинина сушеная. Оп, все хорошо. Попробую сушеную свинину. Вяленое мясо. Сладкое. Очень пряное. Я бы сказал, вкусное, да. Из каких-то биллодобавки, это эвкалиптовые мармеладки какие-то. Ты заметила, кстати, баночки все ценой? Да. Можно все купить. Это что-то, видимо, для суставов. Такая прям тяжелая бутылочка. 120 юаник стоит, ребят. Один килограмм. Австралийского сухого молока. Вот такой камень, смотрите. Катя говорит, похож на шоколад. Это правда шоколад. Шоколад очень похож на камни. Очень достойно. Действительно похож на шоколад. 20 юаник стоит, ребят, такая баночка. С шоколадом, так считать. Интересный материал такой. Это тоже из Австралии. Тоже из Австралии. Да. А Австралия? У нас все из Австралии. Все, у них с Австралией все, ребят, смотрите. Серьезно? Ну, как в Австралии. Бренд зарегистрирован, наверное, в Гонконге. А производство все в Китае. И они считаются австралийской компанией. Нормально, да? Сколько стоит накидочка, спроси. Надо, да? Ну, конечно, людям. Всем цену надо. Можно, да, поснимать у вас? Можно. Зашли, смотрите, тут в отдел. Тут все по-русски у них написано. Варенье. А откуда возите все? Это Казахстан. Казахстан? Вот это прям знакомая, да, поповочка? Ну, я Казахстан. Потому что мы в России есть. Ну, да, я так и понял. Я в Метро такую покупала. Ага. Тоже с Казахстана. Огурчики. Огурчики можно купить? Нет. Мы, извините, что вас перебиваем, но вот, допустим, нам цены интересны. Сколько стоит такая баночка? Вам в российских рублях? Да, ну, в юанях можно. Мы уже привыкшие. Рубли давайте, если чушь как удобно. Эй, давай. Ну, давай, вы здесь продаете, в Китае? На этом году начнем. Начнем. Доброе утро. Доброе утро, представитель наших официальностей. Ну, вы, собственно, здесь живете? Да. А, ну, вы где-то прямо в Гуанжоу? Да, в Гуанжоу уже. А, ну, это вообще пока... Не скоро. В Гуанжоу мне еще не дойдет. Ну, просто цены. Мы просто знаем, сколько, допустим, такая банка в Метро стоит, да? Вот. Вот, и нормальные они, хорошего качества. Нет, вот эти настоящие. Вот. И мне просто интересно, сколько у вас стоит. Я бы с удовольствием был какой-нибудь... 60 рублей будет стоить. 60 рублей. Больше. 6 юаней, что ли? Ну, 8. 8-10 юаней. Это дешево? Я хочу. 8 юаней стоит. Вот это дешево. Видите, у нас в России нет растаможки и доставка. С растаможкой и доставкой будет так же, как в Метро, 20 юаней. 25 юаней стоит, а в Метро такая банка огурцов. Ну, будет стоить это... Ну, я думаю, что не 25, но 20 где-то будет стоить. 20 юаней, да, примерно будет здесь стоить? Китая, ясно. Облизались, пойдем отсюда. Я бы с удовольствием салат бы взял бы. Какое-нибудь клечо бы взял бы. Икры. Не разрешите нам дегустацию. Кабачковый. Аджику бы взял бы. Ну, не даете, ладно. До свидания. Нет алкоголя. Нет алкоголя? Да. Нет алкоголя. Что это? Он, в общем, говорит, что это без алкоголя. Шампанское без алкоголя. Что, как? Это, знаешь, брашка. Брашка. Да, попробуй. Попробуй. Алькоголя действительно нету, но вкусно. Смотри, как стекает он по стенкам. Смотрите, тянется, тянется по стенкам. Да. Это очень хорошее вино. Признак хорошего качества. Слушай, а если мы напьем сейчас, ничего? Почему ты напьешься? Выпуск сейчас завершится на этом. А у нас снимает, смотри, хозяин. Окей. Тоже австралийская компания. Слушай, а здесь смотри, там-там австралийская компания. А вон Корея. Кто-то поприятнее, но я кислое вино не люблю. Это какой-то пчелиный продукт получается. Может какой-нибудь воск типа. С дурианом. Как тебе? Прикольно. Я же дуриан люблю, поэтому мне очень нравится. Пробуем. О, как будто дуриан поел. Вкусно, да? Да, вкусно. Сколько стоит? 140 юанец стоит, ребят. Осень дорого. Да, дорого. Так, ребят, смотрите, какой-то энергетик. Вижу такой. Ничем не отличается от других энергетиков. Так, смотрите, отдел с приправами. Пахнет вообще бесподобно. Чем пахнет? Ну, непонятно, чем пахнет. Как в Таиланде приправы такие. Ну, кари. Это кари? Там, короче, кари и вот этот, как он, лайм или как-то такие вот такие жесткие виски. А, лемонграсс. О, лемонграсс. Вот он есть точно. Четыре такие упаковки стоят 100 юанин. Будем пробовать корейские консервы. Действительно пахнет чем-то морским. Вот это попробую. Прям вот настоящий крафт. Без всяких добавок, без пеции, без всего. Да. Мне это больше понравилось. Да, это самое вкусное мне показалось. Это чуть-чуть остренький. Крабовое мясо, паста и острое. Баночку, вы знаете, сколько стоит эта баночка? Три баночки стоят 100 юанин. Здесь продают кофе, средства от москитов, средства для ухода за полостью рта, здесь какие-то кремы, косметические разные средства, здесь бижутерия. Ты посмотри на это лицо. Это чумазюха такая. Какой-то мазок можно попробовать. Что это такое? Я не буду пробовать. Это имбирь. Мне вот интересно, что они рассматривают там микроскоп. То есть они намазали ему палец этим маслом и рассматривают... Кутикула. Да, мне кажется, облачку Кутикула рассматривают. Куда направлено микроскопы? Я не каймонку. Каймонку. Не на Кутикулу, а немножко ниже Кутикула. Я могу сказать, что это немного ниже Кутикула. Эту штуку они используют для диагностики холестерина. Сколько холестеринов? Они смотрят просто, намазывают этой штучкой и смотрят под микроскопом сосуды. Горячие. Там внутри они сырые. Ты видел? Очень вкусно. Смотрите, идея для бизнеса. Смотрите, здесь приправа, а здесь посуда для дома. Пластиковые контейнеры всякие. Пойдем дальше. Посмотрите, какие светильнички симпатичные. У нас, в общем, закончились продукты. У нас пошли всякие товары для дома, посуда, сувениры. Аккуратно, ступенечка. Смотрите, какая лампочка симпатная. Лампа накаливания здесь, что ли? Горячая, да? Да. Лампа накаливания стоит очень горячая. Здесь прям заходишь, сразу так очень тепло становится. Посуда, ребята, смотрите, какая красивая. Это меламин. Да, это меламин. Меламин. Ребят, не рекомендую меламином пользоваться. Говорят... Она не полезна для здоровья. Она... Пилка для ногтей. Ну-ка, смотрите на его ногти. Красавчик вообще. Наполировал. Это что, полировка, что ли? Да. 2 евро не стоит, ребята, такая сковородка. Вообще, мне кажется, модно сейчас очень всякие брутальные маски носить. Вот такой будешь грозный, смотри. Зачем? Не знаю. Во-первых, будешь чистым воздухом дышать и будешь брутально выглядеть. А это с любимыми героями наши. А здесь? Нормально. Милашно больше выглядеть, я не знаю. Димично. Что это такое? Пинцет. А почему с какой-то кругленький, зачем там на конце? Ну-ка, я знаю. Ну, хорошо. И что ты будешь делать этим пинцетом? Который же врезал бумагу. И это нужно подстригать волосы и носу. Это подстригать волосы и носу. Какой-то жилет для плавания, скорее всего. Держатели для тетеж. Что здесь происходит? Почему они все поваленные, расхватывают, выкупают? Вот эти колготки, которые не любущиеся. Смотрите, какая девушка красивая. Так, смотрите, ребята, принтеры живут все три сессии. Смотрите, ребята, на кепку устанавливается вот такой прибор. И он, в общем, показывает границу, видимо, для траектории именно мяча, для гольфа. Здесь такое деление есть. Ребята, 300 юаней стоит такая штуковина. Посмотри, какая штука интересная. Вау, какая штука интересная. Это фильтры для носа. Вставляешь каждую ноздрю вот по такой штуковине, ребята. И не надо ходить с маской на лице. Вот, смотрите, у него, ребята, он этот фильтр стоит. Вот эти две коробочки, их хватит на неделю. И получается розничный праздник. Она сказала, что сто двести юаней, это нормально. Так, ребята, смотрите, какое-то кольцо, которое клеится на телефон. Вот такое кольцо можно вроде как для переноски, чтобы не уронить. Все так достаточно крепко держится. И мне что понравилось, что можно телефон вставить. Вот такая подставочка. Прикольно, но это прикольно, но я не любитель таких штуковин. Вот, вот ходишь как в бураке, вот такой штука. Мне понравилось. Смотри, ничего особенного. Просто обычно, ну, как сказать, лента что-ли, пихаешь ее. Она, короче, при вытаскивании собирает всю грязь, засор весь собирает. Здесь такие вот заусенки, смотри. Она, в общем, раскрывается, и вот она вот эти заусенки собирает эту грязь. Так это кольцо, оно просто стоит там постоянно? Вот таким образом она там все достается в грязь, в колоксе. И как-то... И провести. О, посмотрите, можно перенести на другое место. Куда угодно. А держится вообще достаточно крепко. Можно использовать в машине, в ванной и так далее. Замораживает молоко, добавляя там врученку. Все врачи, да. Всякие добавочки. Школот можно добавить. Вот для подпалаточного бизнеса, такой аппаратик тоже мне кажется, очень хорошо. Да, ничего за мной урочного. Покупаете молоко специальное для этого аппарата, заливаете, оно охлаждает такие вот стружки, вот такими штуковинами всякими поливаете. И все, и можно продавать, не знаю, за сколько, допустим, сколько? 50 рублей. Дешево, да? Дороже. 100 рублей. В общем, рассчитайте себестоимость, я думаю, что можно торговать в России. Ребят, смотрите, здесь такой интересный отдел. Вот. Это, в общем, тряпка, отмывать грязную посуду. Он что-то продемонстрирует, посмотри. Это что-то в виде, как пищевой пленки. Да, вот. На многоразовом использовании. На многоразовое использование. Смотри, она такая плита. Да. Прям держит. И пиво все не бывает. Так, вот эта губка для посуды, смотрите. Обычные губки, они начинают вонять, вот, начинают портиться, да, начинает запах какой-то издавать неприятный. А вот эти штуковины силиконовые, можно вот посуду помыть, повесить, она будет сохнуть. Мне кажется, интересная продукция, да? Герметичный пакет под воду. Всякая кожаная продукция. Перчатки. Дядька такой серьезный сидит, смотрите. Смотрите, ребята, жарят на каком-то камне. Интересно. Это соль. На соли? Да. Ребята, она на соли жарит, смотрите, правда. Может быть, она поэтому такая соленая? Это соленая плита. Это соленая плита. В общем, даже, видимо, продукты солить не надо, сразу же получается соленая. Памперсы, бижутерия, какие-то вещи вообще непонятные некоторые. Куча-куча всего. Вот, это что такое? Вот, это что такое? Смотрите, какие-то... А, это типа как маски разные. Туда вставляются разные эти штуки, либо охлаждающие, либо согревающие. Холодненькая. И? Ну, и с телефона можно управлять через мобильное приложение. Я понимаю, конечно. Оно трясется, нет там, видно, нет? Шевелится, нет? Нет. Нет. А ты почувствовала? Ничего не чувствуется. То есть я кладу руку, и ничего не происходит, ничего. Банки как будто бы всасывает у тебя кожу. Да. Да? Да. Прям вот так вот тянет как будто бы. Ничего себе. Вот такие вот вещи мы нашли. Это массажер. Даже это не массажер, это как тренажер. У них есть три типа, то есть вот это один тип, второй и третий. Это самый дорогой, он стоит 25 долларов. Знаете, подешевле 18 долларов. А также есть, ребята, у них такие вот массажеры для шеи. Так одеваются, и там шея массируется, в общем. Дальше, что мне еще понравилось, у них есть массажеры для глаз. Давайте я вам покажу. Смотрите, какая цена. С музыкой такая. 1260 рублей или 152 юаня. Это очень дешево. Ребята, вот такой отличный массажер для шеи. Мы проверили тут все вот эти ролики, как это назвать. Стоит всего, смотрите, 1000 рублей 129 юаней. Она говорит, это у них самое лучшее. Видите, потом много этих функций. Так, 2600, 992 стоит такое вот. Вот эта штука одевается вот так вот. На шею. Можно сесть вот на такой вот массажер и плюс массировать еще шею. Так вот, это чтобы, видимо, степень нажатия была на шею. Все, здесь включается. Здесь отдел этих кресел, смотрите, мужчины, просто я не мог пройти мимо его. Посмотрите, как он балдеет. В глазах не рябит? Рябит. Здесь стало все три сессии. Интересный массажер. Я видел только для глаз массажер такой и для височной части. А также, смотрите, затылочная часть и макушку массирует еще. Интересно, сколько стоит? Можно попробовать. Такой массажер стоит будет 200 долларов. Я не буду пробовать, потому что все тестируют, и он такой какой-то сырой. Это аппарат для фотодинамической терапии. Для лечения прыщей, разной сыпь, разные шрамы. Термометр на расстоянии 2-3 пальца от человека, и тогда будет показывать одинаковую температуру. Давай, допустим, руку. На руке может показывать другую температуру. Всего скорее, что будет показывать другую температуру. То есть, в принципе, четко показывает, да? Да. Сколько стоит? Сколько стоит? Сколько стоит? 10 долларов. 10 долларов. Застрелить решила? О, еще есть звуковое у него. А также вот такая продукция имеется для инвалидов. А еще смотри, Слав, я заметила, очень популярная продукция здесь в этом году. Я раньше не видела. Это для роста волос. Средство для роста волос. Короче, вот эта штука, она просто как косметика для головы. Замазывают лысину. Да, делает вид, что у тебя там волосы. Ну, показывают прям, вот смотри, вот показывают лысого человека, и типа с волосами. Очень немного сейчас представлено вот этих колбочек для забора анализа. Там женщина? Да. Женщина. Что там делать? Это как-то кислородная... Кислородная ванна, или что это? Так, в общем, девушку там закрыли. Что это? Это паракамера. Ну, это как паракамера. Паракамера. Ну, сколько стоит? Сколько? 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 Сколько стоит? Сколько стоит? 40 тысяч долларов. 4 тысячи долларов. Вот это УЗИ делает, смотри. Это инкубатор. Это инкубатор. Это фиг его знает. Ну, аппарат для дыхания, наверное. А, да, это наркоз, кажется. Может, наркоз. Наркоз. Короче, это медицинское оборудование, не будем сильно много о нем говорить, чтобы не выглядели. Не будем углубляться. Да. Да, дальше пойдем. Ребята, смотрите, здесь какие медсестры стоят. Тоже продают эти термометры. О, термометры продают. Сколько у меня? Здесь такой ковер, ребята, смотрите. Даже как-то неудобно наступать. А вот еще одна медсестра. Уже отработала. Отработала, устала. Для инвалидов. Для богатых, видимо. По поводу богатости. Сколько стоит она? Трось с музыкой, с фонариком. Можно так же посидеть. Музыку можно закачать из этого мини-УСВИПОРТ. Любую, я так понимаю. Можно посидеть. Смотрите, вот так вот. Фонарик, смотрите, регулируется. Интересный продукт. Ммм, вкусно. А, эту функцию можно отключить. Ага. В общем, эту функцию можно отключать. Если у вас трось попала, если вы не видите, то звуковый сигнал будет выдавать трось. Трось показывает, где находится. Два доллара будет стоить такая сумка. Сумочка в виде яичницы. А мне ее в виде чемодана нравится. Как чемодан. Ну, понятно, что чемодан. Ну, посмотри, вот видишь. А, косметичка или как? Рюкзаки. Детские, взрослые. Это для пикника. Пляжные сумки. Рюкзаки. А как вам светящийся рюкзак? В принципе, это специально, чтобы по дороге можно было ходить, видимо, чтобы это тебя видно было. Ой, я включу камеру. Приветствую, снимаю. Здесь, знаете, рюкзаки? Еще рюкзаки, да, похода. Интересные, неинтересные. Короче, в общем, детские рюкзаки. Эти сумки еще, ребята, смотрите, живут. Чемодан из алюминия будет стоить 700 юаней от 1000 штук. Ребят, всем привет. У нас следующий день. Вчера, к сожалению, все не обошли. Сегодня что-нибудь интересное. Походим, поснимаем. В общем, мы сейчас направились в блок А. Посмотрим товары для туризма. Молот, шлем. В общем, все для любителей холодного оружия. Ножи. Все настоящее. Самурайские мечи. Открывать, видимо, нельзя. Можно чуть-чуть. О, можно приоткрыть чуть-чуть. Слушайте, он острый. А также есть мечи. Посмотрите, о, какой тяжелый. Нормальный шампур, обусмотреть. Здесь все стоят и крутят, крутят вот эти вот штуки. Очень популярная сейчас штука в Китае. Функции она никакой не несет, она чисто для релакса. Просто занять чем-то свои руки. А также это все регулируется, подкручивается. Вот смотрите. Что это, игра вообще с детства моего? Отдел, смотрите, с лонбордами. Очень популярная сейчас тема тоже. Может быть, вы видели в интернете, девушки катаются. Красивые на таких досках. Очень классно смотрится. Бассейн для дачи. Очень качественный такой материал. Это, смотрите, какой-то насос, который поддерживает, видимо, давление, да? Да, и он, похоже, еще температуру держит, смотри. А, точно, он, скорее всего. Подогревает. Это что-то новое, какая-то фишка, или что я понять не могу? Не продается. Смотри, какие колеса здоровые. О! О, новинка. Офигеть. Интересные велосипеды в виде мяча, колеса, посмотрите. Устанавливаются, это все на машину. 445 долларов стоит такая палатка. Снимаешь мобку и... Ну, типа так. Я не понимаю, в чем фишка поставить. Видимо, может быть вот в этом фишке. Может быть. Короче, пишите в комментариях. Как вам холодильник в виде дерева? А, видите, в пивной банке. А, да, пивная банка. Ребят, смотрите, вот такая палатка будет стоить 12 долларов. Ну, что, особенного? Туалеты лего. Это все собирается, смотрите, по блокам. Здесь все тоже такое пластмассовое, все сборное. Какие-то контейнеры, видимо, под воду. Там под фекалией. Нижний контейнер. То есть на тележках можно выкатить это все дело. На пиву, то ли я. Да, он с той стороны открывается, выкатывается. Этот бак с фекалиями, вот смотрите. Ну, да, как-то, видимо, открывается. В общем, оно не открывается, я не могу открыть. Здесь тоже пластик. Ну, все такое шаткое, но тем не менее. Да, вообще, отличный вариант для кемпинга, для летнего какого-то лагеря. За оформление уже им лайк. Да? Да. Здесь зал, все для офиса. Офисная продукция, ручки, тетрадки, подставки. К сожалению, все, не успеваем пройти. И этот зал мы, наверное, пропустим. Пришили зайти в блок с одеждой. Походим, здесь что-нибудь интересное поснимаем. Смотрите, здесь также распродажа. Вот, вывешивают вот такие вот стоечки. Вот, еще одна вешалка, 200 юаней. Четыре платья можно взять. Ребят, смотрите, время уже час. И буквально все кабинки уже закрылись. Представители все вытащили свои шмутки и просто устроили распродажу. Цены, мы прошли буквально два зала, две кабинки. Цены не дешевые. Сумки мужские, 200 юаней и выше. Ребят, сейчас такую картину наблюдали. Китайцы воровали футболки. Я это заснял, реально. Один выбирает, якобы второму отдает. Он просто уносил. Вот на такую тележку складывал. Он два раза так сделал. Катя сказала продавщице. И она никак не отреагировала. Она говорит, я не смогу уйти. Катя сказала, смотри за вторым. Ну, она сказала, окей. Вот и все. Выставка закончилась. Для нас и в общем. Тебе, Кате, как? Ничего. Понравилось. Понравилось то, что мы здесь впервые все-таки. Понравилось, да. То, что мы на этом этапе в первый раз. Да, интересно было посмотреть открытие, закрытие. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Пока. Пока-пока. Ребят, впервые едем на автобусе. Сколько ходил на выставку, ни разу не ездил на автобусе. Все как-то мимо проходило. Прикольно. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова